С ума сойти, я даже не видела, что закончился. Что, две минуты остаточные. У нас с вами, как всегда, в час мы не укладываемся. Жду минутку вас, чтобы вы подключились. Не успелось. Когда промчался час, было непонятно. Пока все подключаются. Я там вопросы тогда не смогу вернуться, пропустила. Если какие-то у вас вопросы, дублируйте по теме или по заполнению сайта сегодняшних страниц. Ждем, пока все подключатся. Итак, важная страница. Страница об авторе. Важная страница контакта. Но скорее контакты важнее. Потом об авторе. Отзывы, которые тоже очень важны и тоже нужны. Вы можете создать. Это идеальная структура. И вы постепенно можете создавать одну страничку. Создали одну страничку, открыли ее на сайте. Создали вторую страничку, открыли на сайте. Не оставляйте сайт закрытым до тех пор, пока вы не создадите все, 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 все. Постепенно, постепенно открывайте. Вот. И так, шаг за шагом, очень быстро создадите сайт. И будет, не знаю, как казаться, работа, которая казалась каким-то чем-то, что это такое большое, я с этим не справлюсь. Оказалось, что разбившись на маленькие шажки, она кажется очень простой. Так, как со всем, со всем, к чему мы прикасаемся в предпринимательстве. Кажется что-то большое, так чуть-чуть, чуть-чуть, пошел, пошел. Через месяц уже все готово. Какой-нибудь новый проект запустился. И фотосессия сделана, и об авторе написано. Так, в общем, сейчас посмотрю, там, если есть какие-то вопросы, я напоминаю. Какую работу? Так, как сделать уведомление? Так, попустим, уезжали. По магазинам, ребят, будем говорить отдельно. Не могу сейчас перепрыгивать на эту тему. Как сделать уведомление для клиентов? Что заказ, это прям по магазинам. Будем отдельно говорить на следующем. Сейчас скажу, когда у нас магазины. Сегодня 18-й, да, у нас с вами магазин. У нас на следующей встрече. То есть в среду будем говорить про магазины. Логотип можно в любое место поставить. Не могу никак, как его сдвинуть, угол. Поняли после запуска. Сейчас я вам покажу. Сейчас разверну. Пока все собираются. Смотрите, у вас есть оформление. Здесь вкладка. Что-то я там все наудаляла. Есть меню. Меню решает, как у вас. Вот у вас тут есть расположение. Лого по центру, меню сбоку. Лого слева. Но зависит от дизайна. Тут могут быть разные. Потому что у нас есть и боковое меню, и другое. Но те доступы, расположения, меню и логотипы, которые возможны для конкретного дизайна, они находятся во вкладке «Оформление», «Меню». Если что-то не находите, сразу в поддержку стучитесь из кабинета. В поддержку помните, как попасть? Заходите в кабинет, пошлите на кабинет. И там во вкладке «Поддержка» связывайтесь, пишите сообщение. Вот тут «Поддержка». В поддержку заходите и пишите «Службу поддержки». Написать. Обозначайте тему вопроса и пишите вопрос, и вам придет ответ. Так, сайт сделан. Хочется разбор сайта. Смотрите, ребят, я поняла, что я ларек радости открыла, когда показала некоторые разборы. В целом, каждому сайту, конечно, можно посмотреть и сделать разборы. Но для этого мы с вами здесь сейчас собрались. Если мы с вами создадим страницы, после этого мы с вами создадим магазин, и мы начнем смотреть, а что можно сделать по стилю, как его улучшить. И это будет через пятницу, мы об этом будем говорить. Вот если в пятницу вы сделаете, и к нашей потом последней встрече вы успеете что-то сделать, и я смогу показать, что было до и после на вашем примере, то я могу сделать вам разбор. Если просто разбор, а просто, ну, Юля, разбери сайт, то, к сожалению, мне не хватит жизни, чтобы разобрать их всем. Вот. Так что так разборы не делаю. Если вы успеваете по тематике, то разборы делаю. Так, а как цвет добавить, где логотип и меню? Напишите в руководство, посмотрите. Там либо в дизайн-редакторе цвет, где логотип, я не понимаю, что добавить, что такое, а как цвет добавить, где логотип и меню. Все, что у нас управляется цветом, все, что управляется цветом, оно управляется через дизайн-редактор. У вас на вкладке вот тут есть дизайн-редактор. В админке, где вы не находились, у вас есть такой дизайн-редактор. У вас открывается ваш сайт и открывается панель, с помощью которой вы все по цветам тут настраиваете. Если меню, то общие настройки, настройки меню и подменю, и у вас спрашивают, какой цвет меню, какой цвет другого меню. Все, что по дизайну, тут пройдетесь, если общие настройки, настройки слайдера, настройки страницы поиска, если он у вас активизирован, как блог, магазин, все общие настройки. Вот здесь, если в сайт общие настройки, вы тоже можете посмотреть, тут цвет стрелки вверх, топ. В общем, фоновая картинка убирается на странице, видно, какой-то шаблон Фабио нашел, как убрать фоновую картинку. У каждого сайта есть, у каждой страницы, скорее всего, есть слайд, это управление. Сейчас, есть вот тут управление, есть страница, есть слайдеры, так как слайдеры отличаются там по дизайну, и будут очень сильно отличаться, они у нас как отдельную структуру, вот здесь слайдер. Вы сюда заходите, берете в настройки, в настройки замените изображение, вот загрузите изображение. Если что-то вы не находите, пишите в поддержку сразу, или поищите. На самом деле, на 95% вопросов у нас в колл-центре, если вы руководство откроете, то там будут ответы очень подробные, буквально, если у вас есть вопрос, на самом деле, если вы захотите найти на него ответ, вы его найдете за одну минуту, даже меньше, вот через руководство. Если уже какой-то совсем подковыристый вопрос, какой-то сложный, вот мне сейчас даже в голове не может такого всплыть, что такое, то да, не найдется. Если же все-таки не знаете, где искать, или так, положа руку на сердце, лень искать самому ответ в руководстве, вот, а там на самом деле просто ввести там логотипы, там выйдет куча там, там, 10, да, вариантов, вот логотип тут, тут, тут такие потенциальные вопросы. Если там уже не находится, или вам лень загуглить в руководстве, загуглить, идите в поддержку, напишите. Вот. Юля по теме видео сейчас добавила, посмотрите, слышала, работала с вами. Куда добавили? Юля по теме видео сейчас добавила. Посмотрите, куда смотреть? Слышала, работала с вами. Не поняла вас. Можно ввести платную услугу разбора сайта, но мы планируем ввести услугу помощи в заполнении сайта с помощью дизайнеров. И сейчас мы уже сделали страницу с дизайнерами, вигба слэш дизайнерс, вот, хотим расширить базу дизайнеров, которые работают с вигба, но я не могу сделать платную услугу для себя. Это просто не то, чем я занимаюсь, это не моя роль. Вот. Я, конечно, понимаю, что я могу с этим как-то помочь, но, к сожалению, не моими ресурсами. А полоса с долготями к милой в дизайнередакторе. Скажите, нельзя проработать над сайтом, а запустить его, то есть оплатить через месяц вместе с проектом. Нет, вы оплачиваете не домен. Это вы домен можете оплатить позже. То есть вы можете оплатить сервис созданию сайта, создавать свой сайт. А как только он будет готов, вы можете запустить его позже, когда угодно, хоть через три месяца, через полгода. Но, как я советовала в рамках этого марафона, лучше делать это сначала запускать полузапущенное. Так, в отзывах использовать фото клиентов, если решать лично или с фотосети, как лучше? Я считаю, что нужно использовать все-таки фотографии вашей работы. То есть вы показываете работу. Если вы фотограф, вас тут большинство как полайкали только что вы мне, то, конечно, вам лучше показать работу, не клиента. То есть вам надо показать, что вот этот клиент, я ему сделаю вот эту фотку, а он вот так вот счастлив. Вот. Вот. И сослаться, если вы хотите посмотреть всю серию, посмотрите всю серию. Вот. Календарь убрали по техническим причинам. Не могу сейчас объяснить очень долго, но, правда, очень я боролась за то, что мы выставили, и это не получилось сделать. Так. А, была бы классная услуга на сайте. В общем, кто-то мне предлагает сейчас сайт рассмотреть. Ну, нет, я не могу сейчас по ходу. Итак, если... Теперь переходим к тому. Мы, если мы фотограф, дизайнер, флорист, любой творец, который может показать свою услугу картинкой, да, то нам нужно портфолио. Вот. Я проговорю вам еще раз, когда вы будете создавать портфолио. Создавайте, пожалуйста, портфолио, не показывая все-все-все фотографии, которые у вас есть, все-все-все работы, которые вы делали. А эти я в 2015 году делала, а эти в 2019, то с 2008 года у меня тоже осталось пару классных работ. Ваша задача создать общее, правильное впечатление, сильное впечатление. Вы должны показать лучшее из лучшего, что вы можете сделать. Вы экономите время клиенту, помните об этом, и показываете ему сначала лучшие работы. А потом уже, если ему работы понравились, вы приглашаете его в блог, или приглашаете в какие-то, может быть, даже закрытые галереи, где более подробно, то есть вы можете сослаться на портфолио, а в портфолио разместить там 20 классных работ, и нигде в меню не указывать больше, что есть эти работы, кроме как после этих самых классных 20 работ, вы внизу делаете такой блок и пишете. А также вы можете посмотреть. И три картинки, ссылки на другие галереи. Да, эти галереи никогда клиент не увидит на сайте, не попав по ссылке прямой, или через, не посмотрев портфолио, но в этом и смысл. Ваша задача вести, создавать эффект вау, и потом укреплять его. Но не надо делать так, чтобы эффект вау потом сходил на нет, потому что иногда тоже бывает, делают крупные, ой, сильные фотографии в начале, создалось эффект вау, а потом своим подробным-подробной иллюстрацией бамсы свели на нет. Это такой, думаешь, не, все-таки вау был классный эффект, а потом свели на нет. Я не один год была фотографом, я знаю огромное количество фотографов, я в этой среде как рыба в воде, и я прекрасно понимаю, как и что работает. Вот, и я понимаю вот это вот желание, я знаю его лично, да, показать максимум работ. А еще, когда ты фотограф, ты влюбляешься в свою пару, ты вдохновлен, твои ощущения тебе кажется, если ты сидишь и не можешь выбрать, ты тебе эту фотографию или вот эту, эту или эту, или эту, или эту, я уже загружу обе. Вот, вот этого не надо делать. Если вы не можете выбрать, то значит клиента еще сложнее будет там выбрать там между ними, или другому человеку, который не связан эмоционально с этой парой. Вот, то ему будет неинтересно, они для него будут слишком похожи. Поэтому размещать в портфолио лучше фотографии рядом, не одинаковые. Вот у вас, например, идут там, вот ребенок, ребенок с этой улыбкой, ребенок вот с той улыбкой. Отдайте эти все снимки клиентам, они будут счастливы и довольны, они тоже не будут выбрать и пересматривать, и они будут кайфовать. Но мы сейчас говорим про сайт и про портфолио. Вот для сайта, для портфолио вам необходимо загрузить лучшие работы. И если вы загружаете работу, ребенка в позе, такое вы сняли, да, это пара, вот она стоит, у вас свадебная фотография, вот у вас пара стоит, не ставьте рядом в этом же ракурсе эту же фотографию, поставьте галерею, рядом портрет, или какой-то там вообще по цветам, чтобы это сходилось, колористически все это рядом смотрелось, но чтобы это как история была, развивайте историю. Это уже, если вы создаете все-таки портфолио, которое отображает пара, то есть как вы можете поступить? Вы можете с главной страницы или из меню показать, что у вас есть портфолио, вы снимаете свадьбу, вы снимаете детей, вы снимаете ловстори и портреты, да, и отобразить до 50 фотографий в каждой категории, все, и на этом закончить. И вот контактную форму внизу каждой галереи, если вы хотите сделать заказ, вот идите ко мне, взяли и добавили один из блоков с контактной формой, там оформить заказ. Если же вы все-таки очень хотите, вы трепетно относитесь к тому, чтобы клиент получил максимум информации от вас, хотя я сто раз повторю, что я против, вот лучше направьте его там в блоги постоянно, но если вы все-таки хотите сделать раздел свадьбы, а в свадьбе показать там фотографии, там Катя плюс Петя, Лена плюс Саша, и понеслось вот так вот галереи с копом, такое тоже достаточно часто делают, хорошо, но тогда внутри этих галерей, ну не показывайте тысячу фотографий, никому не интересно смотреть тысячу фотографий и делать, сидеть и тратить на этот час. И опять же я повторюсь, что в прошлых эфирах говорила об этом много, когда мы говорили, что вы не знаете, на кого попадет. У вас одна съемка удачная, по свету все сложилось, модель гармонично сошлись внутри, другая съемка не такая удачная. Если вы будете публиковать все-все-все съемки, то есть вероятность, что клиент не будет тыкать, как вы расположили там в первую, потому что она самая эффектная, а может вы разложили первую, потому что она не самая эффектная, а потому что она шла первая, последняя, но это уже настолько надо быть уверенны в своем результате, результат должен быть настолько ровный. Я сейчас, наверное, сейчас говорю для большинства все-таки наших клиентов, которые я вижу, я вижу, что разные обработки фотографий, и что фотографии и выкладывается очень много работ. И вот именно к вам я обращаюсь и вас прошу, что старайтесь все-таки делать так, чтобы первое впечатление, первое соприкосновение с вами, вот оно было сильным. Посмотрите, попробуйте, постарайтесь, там что-то сделали, подобрали фотографии. Когда я была фотографом, подбирала, я вот знала, что у меня настолько вот эти фотографии, они даже по эмоции на людях, они должны были сочетаться и идти волной. То есть я понимала, что если у меня здесь счастье, например, какое-то, начало, какая-то нежность начала, я не могу тут рядом следующую фотографию сделать с хохотом, да. Вот, у меня будет нежность переходить в какую-то другую форму нежности, потом это может уйти в задумчивый портрет, в задумчивый портрет уйти в какую-то, если мне нужно переключить, то это какой-то, если он задумчивый, то я могу вам там дальний план дать, там у него природа, да, там где-то уже теряется эмоция, эмоции не видно, и потом уже выйти на какой-то ростовой портрет, и потом бамс, кто-то хохочет в рост, там хохочет эмоции, очень ярко, и все, у тебя, ты волнует, прошел, и ты сделал вот это вот, как бы вот это вот, эмоционально прошел вместе с тем, кто смотрит, и чтобы он испытал все эти чувства, да, каждый раз с разным клиентом, но он испытал, это должно все по цветам гармонировать, и по эмоциям гармонировать. Ваша задача сайта и от просмотра галереи создать ощущение, вау, ну и чуть-чуть не досмотрено, а досмотрю я, когда себе закажу, не досмотрю я там в тысячах фотографий следующей галереи, а вот когда себе закажу, я почувствую, что вот мое удовлетворится, вот то, что я хотела сделать. Ну вот, надеюсь, как-то вам рассказала, подсказала, это тоже вот все, что я вам говорю, это из какого-то собственного опыта и из насмотренности, я видела, как это работает, когда меня впечатляли сайты, когда не впечатляли сайты, я сидела и думала, почему меня этот сайт впечатлил, а почему я этот сайт не впечатлил, вот, и я вот понимаю, что это так, посмотрите, может быть оно, конечно, у вас как-то по-другому, если вы ощущаете, или вы проводили анализ, то напишите мне, вот будет интересно, другое мнение, это уже слышно, можете мне лично написать или просто рассказать здесь там в комментариях, но вот по моим наблюдениям, что все-таки очень важно дать чуть-чуть, лучше меньше дать, но классно, если вы, например, понимаете, что у вас был период, когда вы начинали снимать, вы искали, экспериментировали с обработкой, да, ну такое нормально, вот, экспериментировали с обработкой, вы пробовали, искали свой стиль, как мы ищем свой стиль, мы подражаем, да, мы пробовали одно, пробовали второе, пробовали третье, вот, у нас одна там чуть-чуть в синюю шла, тут мы вообще с блюром и с движением экспериментировали, сходили на мастер-класс, одного фотографа сделали так, на вебинар другого попали, по обработке сделали это, и то классно, и это классно, а дай-ка я все это выложу в галерею. Ну вот нифига. Вот нифига это не смотрится, это создает общее впечатление, создается грязное достаточно. Вот, потому что нет вот этого единства, ощущения, вот вы как продукт, несмотря на то, что у вас каждое соприкосновение с клиентом, это как мини-проект маленький, да, то есть вот съемка, это мини-проект. Вот, то когда вы все-таки, я как клиент попадаю на ваш сайт, выдаю мне всеобщий проект, мне не важно, что у вас с этим была одна съемка, с этим другая съемка, идеально, чтобы это мне казалось, что вот такой результат. Если мне нравится обработка с синим, и вы думаете, что вы покажете, что вы умеете синим и желтым, и разноцветным, и черно-белым, то, ну как бы это не совсем правильно, потому что мне будет казаться, что я не понимаю, что я получу на выходе. Вот, и будет ощущение грязное. И вот очень важно, если вы сделали какую-то классную съемку, но потом через год вы пришли в другую стилистику, и вы хотите на сайте все равно ту съемку показать, не поленитесь, переобработайте свои 10-15 максимум фотографий. Да, конечно, если вы обрабатываете тысячу, то вы не будете каждый год, уходя в новую обработку, тысячу фотографий выкладывать. Но я сейчас говорю про портфолио, которое состоит из 20-30 фотографий, которые создают впечатление, хочу, класс, вот это он, вот он мой мастер, да, вот я, собственно, что вы делаете? Вы решаете задачу, и ваш сайт помогает понять клиенту, решите ли вы его задачу, или не решите вы его задачу. И чем быстрее вы справитесь с решением задачи, да, то есть с пониманием того, так, этот вопрос решен, фотографа я выбрала, да, у меня еще там флористы, платье купить, там, лимузин заказать, что там еще, голова кипит, да, но вот один с одним я определился, потому что я уже вижу, что все классно. А когда вы начинаете путать галереями, то, ну, мне кажется, что это какая-то такая немножко медвежья услуга, показывать кучу-кучу всего. Так, пролистаю ваши комментарии немножко. Так, почему вы ушли из фотографов, Вик бы стала делать. Правда же? Про видео на сайте, это возможно? Конечно, видео на сайте возможно. Видео на сайте нужно, и желательно и в слайдере можно сделать видео на сайте. У нас есть сайты и видеографов, не очень поняла, возможно, видео на сайте возможно, нужно. Сегодня как раз и говорили, что видео нужно и в галерее, ой, на странице об авторе. Там есть виджет видео, можно добавлять, можно через блоки, а можно через, подобрать сайт с готовыми страницами, съесть видео. Купила сайт руками. кто поможет сделать так нужны всем экспертах который поможет делать а чем еще с вами занимается я же вам говорю что чуть-чуть один маленький рывок мы с вами сделаем за несколько присестов вот уже очень-очень многие люди сделали которые месяцами не решались так товар могу разлить сайт купила сама понимаешь что вряд ли смотрите конечно сайт это один одна из этот как как я только что рассказывала что фотографа одна из задач свадьбы да то сайт это одна из задач бизнеса и мы очень хорошо это понимаем и всегда держим это в уме и стараемся очень много задач за вас решить вот но что мы не сможем за вас решить никогда мы можем заготовить блоки структуры изучить какие нужны страницы вот этому сделать миллион курсов но никогда мы не сможем за вас создать контент вот от контента зависит очень-очень много иногда можно чуть-чуть качественного контента и вообще сайт сайт готова еще одну страничку и сайт будет работать на всю катушку да вот иногда достаточно трех фотографий если я увижу абсолютно охранительных три фотографии на сайте фотографа я пойму что он справится со всем остальным но они будут сильны я буду посмотреть и я ничего не понимаю фотографии я вообще не разбираюсь фотографии но я вижу что это вау я не видела ни одного из своих знакомых ничего подобного но где-то в журналах наверное видела такие фотографии я подумаю так зачем мне изучать дальше у меня там еще есть чем заняться и вот сайтами мы тоже то же самое мы стараемся но мы не сможем сделать контент поэтому если у вас нет такого контента который произведет впечатление вау на вашего клиента то но мы никак не решим с этим поэтому чтобы сайт впечатлил то вам нужен именно контент и вам придется его создать самому они надеются что однажды вам придет супер клиент супер идеей супер декоратором супер визажистом супер стилистом и вообще супер вообще супер все сложится небеса в небесах высияет радуга солнце будет слепить правильными бликами и все все возьмет и случится я столько видела ребят классных проектов из и видел их как что стоит за результатом и вот скажу и вам честно не бывает такого это настолько редко что вообще не существует если вы думаете что кому-то что-то повезло помогло или еще что то не бывает вам кажется что кто-то снимает круче а я вам скажу что вы также можете снимать уже через месяц вам кажется что у кого-то абсолютно крутые фотографии на сайте в магазине я вам обещала через две недели может быть только поставьте себе задачу разрешите себе считать что вы можете быть абсолютно офигенным тоже вот тоже быть классным магазином стильным позиционирование у вас тоже будут крутые фотки вот разрешите себе это и тогда это превратится в задачу разрешите себе быть фотографом который найдите себе ориентиров вот распечатайте себе такой калаш обклейте стену на гвоздики прикрепите самые крутые фотографии от которых у вас мурашки бегут встаньте на него посмотрите и скажите офигеть но я тоже так научусь я тоже так смогу и вы сможете а потом вы спросите а что что как они сделали как они добились этого вы спросите себе себя из чего состоит этот результат почему эта фотография такая вкусная что с ней не так а что и вообще как если вы сделаете такие фотографии много вы увидите что у вас есть общий стиль все таки если это ваши мурашки они будут приближены от одной стилистики зажигаться до разбегаться и вы скажете ага что ты всех объединяет а что их объединяет может быть это будет обработка может быть вы увидите что вы вы склонны к портретам да вы или вы склонны какой-то определенные по свету они будут похожи по эмоциям они будут похожи что-то будет одинаково вряд ли я себе представляю что это будет вообще разноперый коллаж абсолютно он может быть по цветам чуть-чуть там плясать кто-то в синих тонах там будет и синие фоткой на зеленом фоне на бежевом на бордовом но что-то будет одно это как вот в кинфолк да заходим на сайт кинфолк и смотрим фотки все яркие все разноцветные все тринь трава разные фотографы ну блин что-то одно их объединяет что грейдин и стиль это называется вот и к этому стилю нужно прийти через поиск через пробы и все это нужно будет делать также для сайта вы хотите стильный сайт чтобы это у вас случилось вам ну во первых за сайтом это я про сайта сейчас вы хотите чтобы у вас был стильный продукт стильный проект стиль чтобы вы в глазах клиента выглядели как супер профессионал или выглядели каким-то образом вы это можете я серьезно каждый из вас это может ты 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 все вы все можете просто сделать из этого задачу не все так слушать сейчас когда куча информации куча всего этого не сложно и просто решите разрешите себе быть абсолютно крутым а все видео марафоны за нас делали все что возможно только вставляя фотографии свои тексты избаловали нас либо но мы старались мы будем баловать еще больше вот но ваша задача вот эти фотографии текст ваша задача фотография на самом деле даже больше чем текст и текст сейчас никто не читает и тексты как правило работать заголовками и когда мы делаем давайте перейдем на главной странице на главных страниц и бегая по заголовком по крупным текстом человек должен понять где он находится то есть вы должны сделать на главной странице вау фото потому что с первым что нас цепляет это фото идем главной странице Первое, что нас цепляет в фото. Дальше мы делаем какой-то заголовок, либо мы делаем описание, но очень короткое. Это не такой текст трехкилометровый, где вы рассказываете, как вы пришли к этому или еще что-то. Это может быть написано, и то я не советую больше одного абзаца пускать под одним заголовком на главной странице. И потом лучше ссылайтесь на страницу, которая более подробно об этом рассказывается. Кнопку сделали, ссылку задали. По заголовкам должно быть понятно, вообще по главной странице должно быть понятно, куда я попала и какие из моих задач решает данный проект, сайт, человек, кто угодно. Поэтому на главной странице вы должны все это показать. Так, скажите мне из тех, кто смотрели эфиры, тех, кто проходили, когда мы касались вот той страницы, которая для запуска, и мы много говорили про главную. Сейчас мне нужно еще для вас что-то проговаривать касательно главной страницы. Осталось ли понятно, что нужно смотреть, что делают конкуренты, нужно проанализировать, какие вопросы и сложности возникают у моих потенциальных клиентов, и какие из этих сложностей решаю я. И вот что вот это вот все нужно отобразить. То есть на главной странице... Вот я вот все это говорила и все говорю. Могу говорить все, что... В целом сегодня я просто хотела проговорить про содержание всех страниц. Мне вот важно, чтобы вы поняли и важно понимали, что тут есть главная страница, о чем она должна говорить, для чего нам нужны контакты, для чего нам нужны отзывы, для чего нам нужны страницы об авторе и каким должно быть портфолио. В целом я все это уже проговорила, просто кто-то... Ну вот понятно, непонятно, остались ли какие-то вопросы. И скажите мне, вы на пути к этому? Вы уже у вас... Ну получается, вы там, не знаю, поставили себе задачу? Или вы вот думаете, что однажды вы это возьмете? Для меня очень важно еще вам сказать, что не нужно откладывать. И если у вас есть какой-то... Несмотря на то, что я все говорю о том, что важен очень качественный контент, начать можно с любого контента, какой у вас сейчас есть. Даже сейчас, например, у вас, возможно, есть фотография, но вы не в ладах с фотошопом. Да? Залейте то, что есть. Ну поищите кого-то, кто у вас работает с редактором. Или скачайте, скачайте. Я в телефоне пользуюсь Afterlight обработкой, мне нравится. Я пользуюсь Snapseed, программкой для обработки, Afterlight, VSCO знаменитое. Вот, но вот в Snapseed я точечно, там можно выделить, вот если на меня сейчас, как на картинку посмотреть, да, вы на меня смотрите. Вот этот белый, который у меня вроде бы белый, он желтый, вот его я высветляю, делаю более светлым, добавляю чуть-чуть контраста, но я у вас и так сейчас контрастная. Вот, получается чуть-чуть контрастно в вашей фотографии. Если какие-то нужно там какие-то пятнышки, прыщики убрать, там тоже точно можно было убрать. То есть вы можете даже в телефоне сделать какую-то минимальную базовую обработку, добавить контраста, убрать с белого желтый, и у вас уже будет неплохая фотка. А потом залить, не знаю, посмотрите в Afterlight, там хорошие эффекты, чистые такие, они просто достаточно более-менее чистые, без всяких там синевые, желтизны. Сделайте, обработайте в телефоне, и все, вам никакой фотошоп не нужен. И перекиньте на компьютер, залейте на сайт, вот. У вас сайт выставлен, у вас свет выставлен не очень сейчас, у меня никакого света нет. Я уже думала, если я сейчас буду настраивать свет, я к вам в эфир сегодня вообще никогда не выйду, вот, потому что задачами другими занималась, не успевала, поэтому я сегодня без света. Правильно, у меня сейчас никакого света. Если бы я была фотографом, я бы сейчас никогда не сделала кадр, то есть, несмотря на то, что я у окна. Слайдер растягивает изображение на весь экран, если ниже делать блок с фото, то получается поля. Хорошо, чтобы ниже было без полей, ничего не поняла. Слайдер растягивает изображение на весь экран, так. А если ниже делать блок с фото, то получается поля. Вы можете убрать поля в настройках этого блока. Если вы делаете блок с фото, вы у этого блока можете убрать настройки. но зачем вам это делать для чего для каких целей бывает такое делают галереи бывают галереи делают что прям слайдер растянутый это одна ссылка на галерею снизу опять слайдер вторая ссылка на галерею третий слайдер третья ссылка на галерею то есть слайдер показан такими галереями мы еще не сделали такой дизайн уже у нас просят поэтому я думаю что в ближайшее время когда там сделаем тоже для фотографов такой дизайн вот обращаются спрашивают увидят у клиентов еще сайт и просят мы сделаем но вы можете сами сделать то есть один слайдер это ссылка а если вы делаете слайдер а потом картинка вы можете сделать так слайдер она ведет ссылка на галерею внутрь потом с полями фотка и подпись мы лучше сделать снизу тогда это же ссылка на галерею потом опять идет слайдер делайте тогда какой-то микс или выделяйте слайдером только главную галерею а второстепенные делайте маленькие галерею не смогу сейчас наверное какие-то прям экстренные примеры искать подскажите если в портфолио добавлен готовый блок по три фото в ряд так если нужно потом добавить новую серию как добавить чтобы новый фото оказалось на первом месте переместить просто туда либо вы если вы делаете к это через галерею если через вообще для фотографов лучше использовать дать вам что-то вот покажу точно под фолио давайте сейчас зайдем с вами раз уж у нас тут собрались сейчас личный кабинет такой же разбор вопросов там мы создадим сайт например сейчас на вид зайдем там дизайна фотографии посмотреть дизайн посмотреть дизайн а кстати мы можем знать как даже не создавать сейчас чтобы быстрее было мы можем зайти в париж да вы знали что вы здесь вот каждый раз у нас у каждого сайта есть посмотреть сайт вы можете посмотреть его и потестировать это ой господи посмотреть сайт попробовать сайт попробовать версию все уже сговорил второй час разговоров с больным горлом мозг не работает вот здесь у вас создана видите страница и в нее вложен еще страницу галереи то есть love story вот он этот дизайн кто его не видел париж мальчик покажу есть портфолио портфолио разбит на блоки вот love story wedding там travel family я иду в love story и в love story идет такие вот превью галерей вот и у нас этот сайт он вот вот нашла в истории вот на четыре эти превью галереи если мы зайдем с вами отсюда в истории подождем пока загрузится пока загрузится страница мы видим вот этот вот эти картинки они сделаны с помощью виджета превью вот здесь вот так он выглядит именно для фотографов вы когда в настройке этого превью вы можете выбирать как будет превью выглядеть но вас автоматически будет появляться фотографии из которые вы добавляете там галереи видите у нас вот этот джейн и эдвард и они же здесь вы настройках добавляете вы превью задаете по левому краю можете сделать их вертикальные можете здесь сделать квадратные можете сделать широкоформатные то есть вот здесь уже решаете и она решает сразу для всех для всех всех сразу превьюшек вам не надо подстраиваться и менять пропорции так размер превью маленькие расстояние между ними по левому краю по правому краю но я не думаю что она будет сохраняться там на сайте наверное не будет сохраняться сейчас и если вы сделали она вас отображать то есть то если вложено сюда на странице вложенность вы сделаете здесь превью то все все что вы вложите в эту страницу она будет у вас тут отображаться автоматически эти превьюшки этих галерей и если вы сделаете добавить еще одну фотографию фотографию галерею то я думаю он отобразится первый как раз а он отобразится той который вы здесь вам здесь надо будет просто перетянуть давайте добавим галерею добавим страницу добавим не хочу сейчас что-то выдумать такое сильное так основное меню я иду в love story портфолио love story добавляем она у нас мы этим структуру на это вы тут должны были создать вот она видите появилась в структуре а и b сидели на трубе а упала бы пропал что осталось на трубе сейчас тут добавить фотографии сейчас фотогалереи добавляем фотогалерею вообще когда вы создаете фотогалерея лучше сейчас я вам покажу лучше копировать то есть у вас уже были какой-то фотогалерея одной стилистики вы можете тут скопировать выберете и копируете вот и меняйте просто фотографию j плюс и создается копия страницы она уже просто вся заполненной по стилистике вот она у вас появилась внизу эта страница когда вы создали копию вы можете ее открыть ну вы заходите внутрь конечно же редактируете все фотографии этой этой странице имя фотографии сохраняете я просто не буду это сейчас показывать после этого мы заходим в love story вот и она у нас появилась именно здесь шестой но если вы хотите чтобы эта галерея у вас в превьюшках появилась первой вы заходите и здесь ее перетаскиваете и ставите первую первую но она будет по-другому называться как-то кто-то кто-то плюс кто-то вот надеюсь ответила в общем делаете на странице виджет превью и просто вкладывайте сюда и они будут отображаться так сейчас почитаю что дальше подскажите если портфолио давала так 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 благодарю что откликаетесь что вдохновила вас на создание очень на это рассчитывала приходится перезаливать все фото заново фото обложек в блоке но вот я показала если вы добавляете блок то вам не надо перезаливать будет фотографию каждую если вы делаете через ссылки и вы делаете картинку и ссылайтесь картинки на галерею то конечно а если вы сделаете через виджет превью или вот используя уже готовую страницу вот то и вы делаете виджет превью в эту страницу здесь видит при вы вкладываете галереи или страницы они у вас будут отображаться подгружать первое фото если вы хотите фото заменить вы там просто меняете то есть вся ваша задача будет только не перезаливать фото подтянуть одну галерею вверх вот вы просто ее в системе вот в этой структуре вверх поднимайте так вы расскажете о том что как сделать раздела защиты персональных данных спасибо не планировала узнаю посмотрю спрошу чувство столько не могу понять о чем о чем вы говорите что прям разделы именно раздел как плохо видно о ребят простите это с экрана вообще-то пробный такой формат и самая худшее что мы поняли что невозможно адекватно смотреть все что происходит происходит на экране и мы будем уходить с подобными марафонами скорее всего мы будем но перепродумать из и учитывать все ошибки уходить с ними куда-то в более правильный формат когда на экран можно транслировать будет весь экран то есть точно не через эфир и через stories это такая у нас была пробная версия так что есть какие-то моменты за которые которые уже не можем повлиять но за которые я перед вами извиняюсь то есть не очень удобно сразу это не продумали но мы хотели именно здесь вас такие подтолкнуть схватить сказать ребята пойдемте вместе вот сео настройки про которые говорили на прошлом эфире тоже нужно будет для каждой страницы делать вот будут ли новые шаблоны тогда уже закругляемся что будет ли новые шаблоны новые шаблоны конечно будут шаблоны это дизайн и их уже много в разработке можно ли сделать онлайн чат на сайте можно напиши поддержки не подскажет вам как-то сделать но это дополнительный плагин то есть вам надо воспользоваться каким-то сервисом который предоставляет такую возможности вы просто прописываете его код в настройках вашего сайта и у вас все будет отображаться напишите поддержку они вам по шагам все расскажут подскажет помогут вот все такие технические вопросы то есть я такая больше про ваш помощник сейчас на период марафона пока я вам доступно пользуйтесь потом я уже вряд ли буду комментировать и там разбирать читы сайты вот сейчас вы мне пишите все на почту julia собаковик бы точка ком вот и я помогаю подсказываю что-то с учетом если это по теме то мы рассматриваем ваш сайт вместе если не по теме то нет но я больше про то чтобы запустить про визуал вот если у вас какие-то локальные технические вопросы в эфирах мы их не обсуждаем вы идете в поддержку пишите они вам все 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 отвечают нет вопросов на которые вам не дадут ответом то есть вы обязательно получите ответы очень быстро из все все что могу сказать про нашу поддержку она быстрая то есть вам не придется сидеть и долго ждать если вам не хочется ждать минуту то загляните в руководство и в руководстве найдете на большинство вопросов ответа а с другой стороны если бы эфиры сохранять что бесконечно к ней возвращаясь теряешь время так послушал сделал пошел дальше уже с конкретными вопросами но на самом деле с эфирами тут дело такое марафона если мы будем делать мы тоже не будем давать их присматривать потому что нам так человеку только дай скажи а ты потом в любой момент можешь к этому обратиться и такой а потом любой момент можно тогда все через год приду поэтому мы хотели сделать это в эфирах мы понимали что будут приходить постепенно люди которые будут не успевать смотреть тех кто не смотрели вот поэтому либо следующий не подключайтесь тут задача была такая тот кто схватил анонс и пошел с нами в путь мы доведем до конца и мы запустим сайт уже многие запустили так ну что ребят да благодарю за не болейте ведь есть сиплый друг всех сиплый болтун резюме ремы сегодняшний опять затянувшийся эфир мы с вами создаем все страницы по той структуре которую мы прорабатывали в первые дни мы создаем каждую страницу все страницы это либо страница при создании страниц это либо страница либо меню то есть вы вкладываете если хотите в меню вложенное делать и каждую страницу прорабатываете я вам советую минимум контента для каждой страницы минимум для галереи хотите сделать портфолио пока сделайте если вы еще не запускали сайт сделайте портфолио портфолио положите там лучше 10 фотографий отпустите запустите откройте его пусть он будет доступе как то сделали потом открыли сделай еще одну закрытую страницу которая еще не видно на сайте разместили там а уже галереи подумал так ладно все таки сделаю галерею и уль там стоит вала немного хорошо сделал не послушать делал по своему сделаю тысячу фотографий и сделайте вот хочется вам и сделайте тысячу фотографий и пусть они будут и найдутся все равно те на любое на любое предложение есть спрос поэтому я тут больше про то чтобы эффективно расти и там и как аналитика все дела на самом деле чтобы вы не сделали все это даст результат вы главное делайте вы главное не делать себе не разрешайте вот что-то послушали шажок узнали сделали ваша задача теперь сделать готовую структуру не обязательно и открывать открывать можно будет как по каждой потихоньку и если у вас есть вопросы по структуре потому как не получается сделать структуру особенно там фотограф с портфолио с галереями вы не пошли путем от готового дизайна которые уже запустили что-то если будут вопросы пишите в поддержку если будет что-то готовое на оценку юли присылать июль на почту и улья порадоваться улыбнется что вы молодцы вы запустили и скажу что и вот тут вот не очень но это мы разберемся под дизайну на следующий эфир а если увижу что-то именно по структуре неправильно с вами сделано то тоже дам какой-то фидбэк вот все всем чем можем поможем это на эти две недели я вашу много времени тратим трачу на ответы в почте на разбор ваших сайтов но все согласно регламенту эфира для тех кто участвует просто так тех кто не участвует а просто хотят чтобы я разобрала и сами не хотят корректировать я не комментирую вот в общем задача у вас большая на эти два дня меньше слов больше дела вот создаем страницы и создаем делаем что-то если еще хочется вы можете отдельно создавать странички вы например понимаете что вы создали страницу обо мне запустили а другой страницу обо мне вы например можете создать но сделать ее идеальный на ваш взгляд хотите три картинки пусть там будет три картинки у вас их еще нету поставьте те которые вам очень нравится из интернета поставьте внизу видео которое вам очень нравится вас нету видео но вы его поставьте вы и вы приблизитесь тем самым вы поймете что и запишите там себе в задачи на следующей неделе сделать видео как я вам говорю что если у вас появится такой вопрос если вы еще подключите креатив и в этом будет какой-то драйв и интерес у вас решится эта задача поэтому главное фигачим давайте дорогие все до связи до встречи в среду я пошла пить мятный чай чтобы не осипнуть к среде среди 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 окончательно целую обнимаю ваша юлька пулька жду писем на джулия собака века . пока пока